Ребят, всем доброго времени суток. Итак, у нас уже второе по счету на моей памяти большое обновление, крупное такое. И почему я хочу обратить ваше внимание именно на это обновление, потому что многие детали, которые будут нововведениями, не так очевидны, как могло бы показаться. И даже зайдя в игру, вы, скорее всего, многих изменений не заметите, но они довольно важны и стоят вашего внимания, поэтому давайте в этом видео разберемся, что нас ждет в этой обнове. Сделаю некую поправочку, ребят, мне не все пункты удалось перевести из перечисленных в обнове, поэтому ссылочку я оставлю в описании. Кто захочет более детально углубиться, пройдете там, переведете, поломаете себе голову на тему того, что они нам там хотели сказать. В общем, китайский зло. Ну, давайте разберемся с тем, что мне все-таки удалось как-то понять. Опять же, я не претендую на полный правильный перевод, возможно, где-то ошибусь, но плюс-минус информация общая будет понятна. А начинается наше объявление с того, что 14 января этого года будет запущен очередной этап бета-теста и, соответственно, открыты сервера для входа. Как я понимаю, 11-го будут опубликованы списки тех, кого они одобрили, вас там, конечно же, скорее всего, не будет, уведомлений тоже вряд ли новичкам придут. Поэтому, ребят, просто ждем 14-го, не паникуем и 14-го пробуем зайти. Если пропустили, вы зайдете, если нет, то увы. Следующий пункт говорит нам о том, что будут добавлены новые оружия для разнообразия тактики и игрового процесса. Давайте остановимся на этом моменте поподробнее. Сейчас я вам вкратце опишу каждое оружие, его характеристики, ну, то, что нам предоставили разрабы. И первый у нас на очереди стоит золотой М45А1, используя патроны калибра 45, автоматический пистолет на базе М1911. Это вся информация, которая дана по нему. А следующий на очереди у нас револьвер Т-05, использующий 9-мм патроны, 6-зарядный. И я, честно говоря, не очень понимаю, зачем они его добавили, как, по-моему, впрочем, и сами разработчики. Потому что они пишут, пионеры, ну, это те, кто попал на бета-тест, пионеры гадают, где вы сможете его использовать. То есть, как я понимаю, больше они описания к нему не смогли придумать и написали вот это. Давайте дальше. Ну, а следующий представитель у нас довольно интересный. Это штурмовая винтовка F2000 с системой Bullpup. Bullpup нам говорит о том, что у винтовки будет низкая отдача. Использует она калибр 5,56х45. Довольно стандартный натовский патрончик. Большая дистанция у него отмечена разработчиками. Поворотный затвор и короткоходный пневматический поршень. Мне не очень понятно, на какие характеристики будут влиять эти параметры. Пояснительную группу прошу в комментарии. Выполнена винтовка из пластика. Здесь они нам напрямую говорят, что она будет очень легкой. И благодаря этому вы сможете больше брать в себя предметов. То есть, больше брать лута на карте за счет того, что будет меньше весить экипировка. Следующий пациент у нас это AR57. Довольно загадочный. Использует 5,7 патрон на 28 мм. Магазины от P90. Это наш петушок, знакомый нам всем по контр-страйку. Почему загадочный? Я вам сейчас зачитаю, а вы уже думайте сами. Этот выстрел не слишком низкий. И его можно использовать в качестве личного оружия защиты. Вот такое вот описание он у нас имеет. Думайте сами. А следующее оружие у нас легендарный AUK. Те же самые, в принципе, у него основные характеристики, что и у F2000. Это 5,56 на 45 патрон. Дальняя дистанция. Система БУПАП. Поворотный затвор и свободный затвор. Опять же, пояснительная бригада в комментарии. Пластиковый корпус, опять же, и модульность. Модульность, я так полагаю, это будет вариации его модификаций, то есть расширенные. В общем, здесь больше добавить нечего. Идем дальше. Ну, а следующим у нас карабин идет. БМ-59, калибр 7,62 на 51. Из описания мы ничего, в принципе, почерпнуть не можем. Кроме того, что он был там использован, где, когда, кем. Это уже мелочи. И имел популярность у частных коллекционеров. В принципе, это все. Просто скажу вам, забегая наперед, что карабины у нас в этом обновлении будут более точнее и с дальней дистанцией. Что даст им некоторые преимущества. То есть, они станут более-менее играбельными. В отличие от прошлых наших версий игры. Ну и последнее оружие, которое, судя из описания, нам пока что не выкатят в этом обновлении. Так как оно еще тестируется. Опять же, это насколько понял я, правильно перевод. Но, судя по всему, другого перевода там, по сути, и нет. Поэтому, скорее всего, его не будет. Оно есть уже в игре, но нам предоставлено не будет. MG3, ребят. Ну и давайте дальше. Я вам теперь перескажу своими словами, как понял. Просто текст, который нам описали наше обновление. Улучшение графики. Вот эту картинку, которую вы сейчас видите, прям под этим заявлением нам выдвинули. И я так думаю, что немного преобразятся наши ЧВК и дикари. Уменьшили порог вхождения в игру новичкам. Это, в принципе, полезно, логично, отлично. Система учеников и учителей, как в PUBG. Ну, это тоже всем, я думаю, знакомо. Чтобы более опытные обучали новичков, показывали, что да как, более-менее тактику им немного хотя бы. Как вообще играется в эту игру. Резервирование команды. Вот ваш, например, напарник находится в матче. Вы резервируете к нему его или себя в его команде. И на следующий бой ждете, ему приходит какое-то уведомление. Я не знаю, как они это сделали. Ну, резервирование команд на следующий бой добавили. Находя предметы впервой, их нужно будет изучать. Находя предметы впервой, их нужно будет изучать, ребят. Ну, это как в Таркове тоже здесь ничего, я думаю. Необычного нет. Мы находим новый предмет, изучаем его сначала, а потом уже будем его более-менее понимать. Тепловизорный прицел. ПЗ-3. Вот так он, ребятки, выглядит. Кому интересно, поставьте на паузу, осмотрите. Идем дальше. Новые магазины на оружие увеличенные. Здесь тоже не очень сильно они распространялись. Ну, новые обвесы, новые магазины. Противогазы и еще 25 предметов. Таких, как бронежилеты, шлема, там всякие. Предметы экипировки. 25 предметов добавят, куча целую. Гранаты. Наступающая и газовая. Еще две добавят. Уровень персонажа снизится до 30-го максимум. Ранговые расчеты снижены. Ну, это в ранговые я, в принципе, особо не вдавался. Здесь комментарий особых оставить не смогу. Упростили получение уровня лояльности у торговцев. То есть, добавят больше ежедневных, еженедельных заданий. Упростят сами задания. И увеличат получаемую экспу от каждого задания, как я понял. В общем, более проще сделают нам открывать уровни лояльности у торговцев. Также из интересного добавят нам показывание, как нас убивают. То есть, от лица, я так понимаю, противника, как, откуда он нас именно убил. То есть, это довольно хорошо, полезная штука, ее не хватало. Играя за дикаря, мы получаем опыт и на основного персонажа теперь. На карте ферма добавят неожиданные события. Больше ничего не написали, следите там, что-то. В общем, какие-то события добавят. Переделают карты, пофиксят ботов. Опять же, пофиксят их поведение. Не самих ботов, а их поведение сделают более очевидным. То есть, они там совсем были неочевидны. И от людей их было сложно отличить. Теперь, видимо, будет как-то это немного все проще. Оптимизирован дым из ствола после стрельбы. Оружие ближнего боя переделали. И теперь оно там наносит урон как-то с динамически. То есть, по какой-то, как сказать, усилению. То есть, чем больше ударов ты нанес, тем больше урона прилетает. И с дальностью тоже они там что-то намутили. Я, честно говоря, не особо понял. Ну, переделали оружие ближнего боя. Вот. Еще из интересного, ребят, карабинам, как я уже говорил, добавили точности и дальности. То есть, они были, в принципе, практически неиграбельны. И плохо составляли конкуренцию любому автомату, который имел такую же дальность и плюс-минус такую же точность. То есть, сейчас они на средних и дальних дистанциях будут доминировать, карабины. То есть, в них появился смысл. Это довольно разумно с точки зрения баланса. Я давно об этом думал. Дальше, ребят, из неочевидного, но довольно полезной информации. У нас автоматом уменьшили отдачу при первых выстрелах. Но добавили штраф при долгом зажиме. То есть, теперь жать вдаль нам будет невыгодно просто тра-та-та-та-та. А намного выгоднее будет по одной пульке. Пам-пам-пам. Оно и сейчас, в принципе, намного отличается. Вот именно в этом моменте стрельба в аренке, например, от того же Пабга. А ее еще более сделали отличительной. То есть, вдаль будет намного эффективнее тапать. С любого даже автомата будет намного эффективнее тапать, нежели зажимать и просто выпускать патроны куда-то по птичкам. Также, ребят, нам переработали экипировку. Бафы, дебафы. Вот это все они сбалансировали. Что-то там передумали, переделали. В общем, изменили. Антибликовый эффект на противогазе и на очках добавили теперь. Тепловизор налобный, который теперь видит через коллиматор. Гранаты также сильно переработали. Но, к сожалению, там много они что-то понаписывали. И я ни хрена из того, что они написали, в кучу в логическую. Собрать-то, к сожалению, не смог. Если что, дерзайте сами. Напомню, ссылочка в описании на источник. Добавили механики повреждения легких. И лечение, соответственно, к ним. Ну, еще куча оптимизаций, исправление багов. Все, в принципе, по-стандартному. Основное я вам продиктовал, ребятки. Поэтому не будем затягивать видео. С вас лайк, комментарий, подписочка, если не подписаны. Всем добра. Вот здесь оставлю ссылочку на гайд по командной работе. Очень советую ознакомиться.